Всем привет! Продолжаю знакомить вас с различными радиосвязными приемниками, то есть приемниками предназначенными для приема сигналов радиосвязи, радиообмена, а не радиовещания. И на этот раз расскажу о приемнике Uniden BR-330. Почему именно этот приемник? Во-первых, потому что сам по себе этот приемник уже очень многофункциональный, очень интересный. Во-вторых, практически единственная модель из приемников Uniden, который принимает кратковолновые сигналы. Да пусть без однополосной модуляции, а только в амплитудной и частотной, но все равно он работает ниже 25 МГц начиная от длинных и средних волн. В основном все приемники Uniden даже автомобильные или стационарные работают только в УКВ диапазоне, а этот вот работает еще и в КВ. Но самое главное это просто радиосвязной приемник. Приемник предназначен именно для прослушивания радиообмена и этим уже он интересен. Так что приемник Uniden BR-330 европейской версии его называется UBC 3500. Приемник этот переносной или носимый, с автономным питанием. Более современные модели приемников Uniden, имеющие такой же внешний вид, уже могут принимать цифровой радиообмен в формате P25, где речь передается в цифровом режиме. Этот же приемник принимает речь только в аналоговом режиме и работает в диапазоне частот аж от 100 кГц до 1300 МГц. То есть перекрывает весь кратковолновый диапазон и основную часть УКВ диапазона. Возможностей и функций этого приемника очень много. Обо всех них я не буду рассказывать в этом видео для этого есть инструкции по эксплуатации. А это краткий видеообзор с демонстрацией работы и с рассказом об основных на мой взгляд наиболее важных особенностях этого приемника. Этот приемник позволяет отслеживать сигналы транковых сетей с аналоговой передачей речевого трафика. То есть сетей, в которых речь передается с обычной частотной модуляцией, а вот управляющие каналы, управляющие посылки происходят в цифровом режиме. Перечислять список поддерживаемых таких транковых протоколов я не буду, так как они уже очень устарели и очень мало где применяются. Но естественно этот список есть в инструкции к приемнику. Питание у этого приемника не две пальчиковых батарейки, как у более простых моделей, а три. Потребление немножко больше. Либо можно подключить внешний источник питания с напряжением 6 вольт. Для его подключения на боковой стенке есть соответствующий разъем. Также у приемника естественно есть разъем для подключения антенны. Это разъем SMA MAMA, разъем 3,5 миллиметра для подключения внешнего громкоговорителя или наушников и разъем для подключения кабеля управления. К этому разъему может подключаться либо кабель с возможностью подключения к компьютеру, для того чтобы можно было управлять этим приемником с компьютера, записывать все настройки его с компьютера. Либо к этому же разъему подключается кабель от внешней панели управления. Этот маленький носимый приемник имеет возможность управления с отдельной передней панели. То есть, например, приемник сам будет где-то установлен у вас в автомобиле, а перед вами будет установлена только лишь панель управления, на которую вынесены все основные функции этого приемника. О ней я вам расскажу чуть позже. Для приема в диапазонах длинных и средних волн в приемнике есть встроенная ферритовая магнитная антенна, что для приемников Uniden вообще очень нетипично. Также по входу может быть включен аттенюатор во всем рабочем диапазоне частот, имеющие ослабление около 18 дБ. Приемник этот маленький, носимый, предназначен для работы на носимую короткую низкоэффективную антенну, поэтому при работе его на какие-то стационарные достаточно эффективные антенны аттенюатор может очень пригодится, так как динамический диапазон небольшой. Как у большинства приемников предназначенных для мониторинга эфира, для приема различных радиосвязных сигналов у этого приемника тоже есть два основных режима работы. Это режим поиска и режим сканирования. Если вы, радиолюбители, привыкли пользоваться только радиолюбительскими радиостанциями, то вам это покажется очень неудобным и непривычным. На самом деле это очень удобно, это именно оптимально с точки зрения мониторинга эфира, а не радиолюбительства. Итак, два режима поиска и сканирования. В режиме поиск приемник бежит по частоте с установленным шагом от начальной частоты до конечной в каком-то диапазоне, который выбрал или задал пользователь. В режиме сканирования приемник автоматически перебирает ячейки памяти, то есть канала. Еще раз два режима поиска и сканирование. Поиск приемник бегает по частоте, сканирование приемник бегает по каналам. Это норма для всех приемников, сканирующих Uniden, AOR и прочие другие. Азимут 651 по возможности и ветер на высоте 3000. Подскажите. Подскажем Азимут 651. Азимут 651 на 3000, ветер 80 градусов, 20 узлов. Азимут 651 понял, 80 градусов, 20 узлов. Количество ячеек памяти для сохранения частот, каналов в этом приемнике 2500. Может показаться, что это очень много, но на самом деле это не чересчур много, так как приемник очень многофункциональный, можно в него записать различные транковые сети, различные обычные аналоговые каналы, сети и так далее. Все очень удобно для себя оптимизировать, поэтому каналов нужно очень много. В отличие от более дешевых, более простых приемников Uniden, в этой модели каналы уже организованы динамическим образом. То есть нет такого, что у нас в первой группе расположены каналы с первого по десятой или с первого по сотой, а есть просто общий набор каналов 2500, которые нельзя использовать просто так, а нужно их сначала записать, определить в какие-то группы, в какие-то системы. Чтобы проще было понять, как пользоваться группами, системами, каналами в этом и подобных приемниках, я проведу аналогию с папками и файлами на компьютерах. Итак, в корне на корневом уровне, у нас находятся папки, которые называются системы. Каждая система может иметь свое имя. Таких систем в приемнике может быть описано до 200 штук и внутри каждой папки типа система должна находиться еще папка, которая называется группа. И вот уже внутри по папки, которая называется группа, могут находиться каналы, то есть архитектура примерно такая, структура доступа каналам такая. Канал находится обязательно в группе, группа обязательно находится в системе. То есть, когда мы запускаем сканирование, мы должны выбрать, какие сейчас мы системы сканируем, например, первую, десятую и двадцать пятую. И в каждой системе мы еще должны выбрать, какие именно группы в этих системах мы сканируем. Достаточно все гибко. Есть в этом приемнике и режим close call это обнаружение близко расположенных мощных источников излучения. Проще говоря, это встроенный чистомер, который срабатывает от мощных сигналов и сразу же автоматически на частоту сработавшего чистомера у нас перестраивается приемник. Если там действительно открылся шумоподавитель и есть какой-то сигнал, то происходит срабатывание системы close call и приемник нам как-то об этом сообщает. Например, звуковой или световой индикации или сразу просто позволяет прослушивать, что есть на этой частоте. Очень удобно, если вы видите где-то человека, работающего на передачу радиостанции, УКВ диапазон носимый или автомобильный, можно практически мгновенно определить на какой частоте он ведет передачу. Потому что если будете сканировать или искать как-то с помощью радиостанции или приемника, то вполне возможно, что вы вообще не успеете обнаружить его частоту, так как он закончит вести передачу, close call срабатывает менее чем за секунду. Участков частот для поиска или диапазонов поиска, описываемых нижней и верхней граничными частотами, в этом приемнике можно описать 10. Также есть еще 13 предустановленных производителем таких же диапазонов поиска, но они актуальны не все, так как большая часть из них американские. Но есть такие общепринятые, как например авиационный диапазон или морской диапазон, который конечно же во всем мире имеет одинаковые частоты. Шаг перестройки частоты в этом приемнике, изменяемый пользователем, есть основные все общепринятые значения шага. От 5 кГц до 100 кГц есть естественно и 6,25 и 8,33 и все остальные популярные значения шага. Скорость сканирования, а это очень важный параметр для приемников подобного класса равна 90 скачков в секунду. Это не много и не мало, это гораздо гораздо больше, чем у большинства радиолюбительских радиостанций с функцией автоматического сканирования, но меньше чем у лучших по этому параметру моделей приемников. И в режиме close call и в режиме поиска есть функция автоматического сохранения значения обнаруженных частот. То есть если какая-то частота у нас сработала на close call или нашлась в режиме поиска, то эта частота может сохраняться в специальную группу, в специальную систему, которую мы потом можем просмотреть. То есть практически можно приемник с выключенной громкостью где-то положить в сумке, куда-то с ним прийти, походить, погулять или просто оставить его в машине, посмотреть на каких частотах он в этой местности срабатывал, а потом уже произвести сканирование списка этих сработавших частот. Несмотря на то, что приемник работает в диапазоне коротких волн, послушать радиолюбителей на него в этом диапазоне не получится, но можно послушать радиохулиганов, работающих в амплитудной модуляции на 3 МГц. Панель управления это отдельное устройство, которое приобретается отдельно и подключаться она может к нескольким моделям приемников Uniden, в том числе к этому приемнику. Совсем не обязательно покупать такую панель можно использовать просто приемник отдельно, но при ее использовании весь функционал приемника нам доступен отсюда с панели, то есть полностью дублируется все управление, оно происходит вообще синхронно. То есть если мы что-то делаем на приемнике, то видим сразу все это на панели, если что-то делаем на панели, то все это видно на дисплее приемника, в том числе даже регулируется громкость. Питается панель управления от отдельного источника напряжением 12 вольт, вернее 13,8. Вообще мне кажется очень удобная возможность наличия такой отдельной панели управления. Может быть к такому переносному маленькому автономному сканеру это не часто потребуется, но каким-то стационарным приемником отдельной панели это очень удобно. Удобно поставить в машине спрятав куда-то приемник, и только принося с собой панель, подключая ее и используя тогда когда нужно. В остальное время вообще не будет видно, что у вас есть приемник. Или где-то дома на рабочем месте приемник тоже может быть установлен отдельно, где-то спрятан, никому не мешаться, и только маленькая панелька будет стоять у вас на столе. День добрый, Редвинс 1027. Нижний подход опознанный. ВПП 36. Редвинс 1027. Доброе утро. Писар. Эшелон 140. Информация Чарли. День добрый, Редвинс 1027. Нижний подход опознанный. ВПП 36. Право. Постарский. САП 2ПП. Снижайтесь. Эшелон 6. 0. Редвинс 1027. Редвинс 1027. Хочу напомнить вам, что приемник этот маленький переносной, и рассчитан он, конечно же, на работу с такой же маленькой переносной антенной, имеющей очень-очень невысокую эффективность. И при работе на стационарные антенны, подключенные хорошим толстым кабелем с маленьким затуханием, скорее всего, он будет плохо очень работать из-за низкого динамического диапазона. То, что я вам показал в видео, прием различных сигналов, конечно, этот прием происходил на стационарные антенны, но я выбрал лучшие моменты, которые были во время приема этих сигналов. Очень много времени он не мог ничего принимать, а просто перегружался появляющимся в эфире какими-то мощными сигналами. По архитектуре своей, конечно же, этот приемник Супрегетер-1 с несколькими преобразованиями частоты. Последние ПЧ-450 кГц, а остальные более высокие. Какие именно, я не знаю, так как в руководстве пользователя этой информации нет, по внутренним компонентам тоже этого определить не удалось. В пользовательском интерфейсе этого приемника есть целый набор функций, предназначенные для того, чтобы наблюдать в эфире радиообмен, который происходит во время автомобильных гонок. Американские пользователи покупают такой приемник часто для того, чтобы слушать именно радиообмен на гонках. И вот этот функционал он совершенно не пригоден нигде, ни в каких других местах, но он там есть, я вам о нем подробно не рассказывать, так как он не интересен вне этих самых гонок. А на этом все. У меня на канале есть видео про другие приемники Uniden, также планируется еще и новое видео о различных приемниках и не только Uniden. Так что смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте, в фейсбук, слушайте эфир на разные приемники. Здесь был Алексей Игонин, всем пока. Для тех, кто хочет сэкономить, всегда в наличии... Россия, к местам, впервые прибывшим в Китай, было довольно тяжело приспособиться... Редвинуз 1027, подхожу на шелл 6. Редвинуз 1027, в юнезд 6 тысячи, 15 гектара, подгаля, снижайтесь в 3000 футов, разрешают заход Илс, Экстрей, ВПД 36, строк. Заход Илс 36 правой, Экстрей разрешили, по давлению 10, 15, снижайтесь в 3000 футов, Редвинуз 1027. Снижайтесь в 3000 футов, Редвинуз 1027. Редвинуз 1027. Продолжение следует...